здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы с вами продолжаем работу над нашей тарелкой в этом видео мы будем составлять управляющие программы и будет несколько черновые получистовая обработка и чистовая давайте начинать перейдем двухмерный вид и нам нужно будет сделать здесь вот вектор это делается очень просто выбираем волшебную палочку жмем готова вектор готов это делается для того чтобы мы могли выбрать определенный вектор и применить его в нашей обработке нам нужно будет работать внутри вот этой поверхности так жмем вкладку траектории здесь у нас есть определенные настройки программ управляющих двухмерные трехмерные визуализации двухмерных программах обработка идет плоскости с небольшой задачи заданием углубления инструмента это как правило идет гравировка и работа по дереву различные шпоны и также таким способом изготовляется для двери если вы видели накладка идет накладка smdf и фигурной фрезой вырезается там красивые какие-то узоры все это делается очень просто если у вас конечно есть такое оборудование ну а мы будем использовать с вами трехмерные управляющие программы которые включают все обработка рельефа обработка элементов черновая по z и здесь лазерные также обрезка еще есть тоже которые используется для начала мы с вами будем использовать обработку по z так вот наша тарелка давайте сделаем объединим все наши слои в один как мы видим тарелка выросла в два раза снимаем вот эти вот лампочки у нас остается нужный нам рельеф так выбираем программу черновая обработка по z нажимаем на здесь есть такая функция справка очень полезная штука которым нужно достаточно подробно описано здесь все шаги настройки обработки инструментом так здесь задают видосов толщина максимальная по z минимальная по z так мы будем обрабатывать с вами по выбранному вектору вот поэтому выбираем оставим галочку напротив выбранный вектор выбираем инструмент инструмент мы выбираем по параметрам нашей будущей детали которую можно замерить сейчас вам покажу воды виде есть рулетка мы можем замерить от края до края 1 и она нам выдает расстояние итак вот что у нас получилось наши вот слои по которым обрабатывал наш инструмент закроем и нажмем визуализацию среднее там выбирайте качество визуализации давайте высокую выберем мы видим как идет обработка нашей детали как ходит как будет ходить фреза как смещаться вот это расстояние между этими красными векторами то есть наш шаг теперь он углубился еще ниже происходит последующая обработка тем мощнее компьютер тем быстрее все это будет просчитываться вот чтобы у нас получилось с вами как углубился инструмент мы видим здесь можно просматривать вместе с материалом наружным рельефом и также задавать вид нашей программы вот этим синим контейнером оказывается как инструмент наш углубился удаляем материал наружный рельеф оставляем только материал и видимость программы в виде красных линий далее мы сохраняем нашу программу черного 11 миллиметров формат выхода файла я выбрал матч 2 миллиметры обязательно что были миллиметры если ваш станок настроен под миллиметры то нужно выбирать именно вот этот вот формат черного 12 миллиметров два раза написал черного 12 миллиметров ничего страшного нажмем сохранить черного 12 мм матч 2 миллиметра сохраняем все программа сохранилась и переходим к следующей управляющей программе тормозит станок компьютер подтормаживает и так далее не меняя инструмента этим же самым инструментом мы выбираем просто другую программу обработка рельефа нажмем опять выбираем наш вектор этот область обработки выбра выбрали вектор область обработки ставим галку заставим здесь там или смещение или 3d смещение давайте поставим 3d смещение направление попутное припуск ставим припуск давайте поставим две десятых миллиметра там было пол, можно 25 так, точность плоскость, я вам в прошлый раз не сказал предыдущая программа плоская безопасность это когда происходит обработка ваш инструмент будет подниматься вверх или перемещаться быстро с быстрой подачи над материалом так как у вас будет присутствовать здесь какие-то крепления которые мы будем держать заготовку чтобы их не зацепить мы выбираем расстояние от поверхности от нашей заготовки вот наша программа вот эти вот зеленые штрихи это как наш инструмент погружается в материал в каком месте он погружается вот и мы видим сколько раз он будет подниматься в каком месте до высоты 5 миллиметров над заготовкой потом плавно опускаться вниз аж до самого низа можно конечно сделать с каждой обработкой учитывать глубину прохода чтобы не ждать пока инструмент опустится вниз но это как бы можно себе позволить хотя если торопитесь конечно же все это нужно будет рассчитывать так безопасность мы выбрали выбираем инструмент тот же самый черновая 12 миллиметров здесь делаем настройки уменьшим ему шаг чтобы не было таких громадных ступенек давайте сделаем шаг полтора миллиметра глубина за проход хотя это практически здесь не имеет значения потому что оно будет идти по рельефу давайте все равно уменьшим до миллиметра подачу оставляем врезание оставляем обороты оставляем наклонное врезание зададим здесь миллиметр 05 имя вторая программа так и жмем на вычисление поставлю паузу после паузы вычисление прошло успешно вот как оно выглядит давайте пересохраним нашу программу перебросило перебросило нас сохраняем 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 как мы видим инструмент наш поднимался очень много раз каждый раз ждать когда она пустится вниз это конечно долго подбирая траектории настройки программы можно добиться минимального подъема инструмента то есть подбираются режимы резания имеется ввиду трастер смещение 3d смещение смещение спирали 3d все это просчитывается ждем смотрим результат если вас не устраивает то как бы перебираем все эти стратегии и потом радуемся жизни выбрав нам нужный вариант ну для примера я вам показал так так сохраняем нашу программу вторая черновая 12 мм сохраняем сохранилась и посмотрим на визуализацию что у нас получилось поставлю на паузу вот что получилось после визуализации уже есть очертания дерева вот этих гусиных лапок там и тут рельеф уже более-менее сделан визуализация происходила очень долго ее можно сохранить сохранить визуализацию как когда этого не делал запишем запишем сохраним так продолжаем нашу обработку программу мы сохранили выбираем этот же способ обработки выбранный вектор выбран и давайте здесь изменим допустим пускай будет смещение припуск там я оставлял 25 сотых давайте здесь 15 плоскость 5 миллиметров инструмент выбираем инструмент давайте трехмиллиметровый сразу выберем значит концевая фреза 3 миллиметра смотрим на ее параметры выбираем ее так выбрали шаг 0.9 давайте сделаем 0.5 глубина за проход 0.5 подачи оставим 0.5 0.5 подачи 0.5 0.5 подачи 0.5 такой есть несколько проходов по Z если несколько раз вам нужно углубиться имитируя рельеф то ставим эту галку задаем глубину врезания нам этого не надо так как мы уже предыдущим инструментом прошли по рельефу одним проходом наклонное врезание ставим имя 3 3 миллиметра ставим паузу и вычисляем вычисление прошло очень быстро мы видим этот способ обработки инструмент один раз погрузился и пошел работать то есть нету таких скачков как было предыдущем предыдущей стратегии то есть подбирая на компьютере режимы и стратегии обработки здесь нам все визуально показывается мы выбираем наилучший уже непосредственно приступаем к работе но на своем опыте могу сказать что когда я начинал я не ставил сразу алюминиевую заготовку ставил из мдфа болванку вот и пони на ней тренировался то есть вижу что идет обработка нигде ни за что не цепляется нигде инструмент не сломается все после этого да конечно приходилось ждать с опытом вы все научитесь и уже будете без всяких страховок делать сразу же по металлу это так к слову так сохраняем нашу программу сохранить так и давайте визуализируем вот он один раз углубился также высоту безопасности в этой программе конкретно можно уменьшить до высчитал наши все припуски предыдущего инструмента и этого инструмента и уже он будет опускаться не с ноля этими зигзагообразными погружениями а с выбранным минус значением минус от высчитанной нами поверхности то есть мы не будем ждать пока он от ноля инструмента на 23 миллиметра опустится вниз это долго и нудно так ну вот у нас такой вариант получился результат нашей обработки здесь небольшие идут ступени но с уменьшением шага все 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 это удаляется стирается непосредственно на детали там давайте сохраним нашу визуализацию а и и и и и и и Сохраним наш проект. Так, ну и здесь в принципе уже можно переходить на чистовой инструмент. Ну, мы можем так для страховки, чтобы его не сломать, запустить еще раз. Трехмиллиметровой фрезой по выбранному вектору, по смещению. Припуск у нас был 0,15. Давайте. Так. Уставим 0,07. Высоту высчитывать я сейчас не встану. Вообще, оставлять с минусовым значением. Допустим, минус 20 миллиметров. С 20 миллиметров до 20 миллиметров станок быстро опустится вниз. После 20 миллиметров уже плавно будет опускаться, как перо. Потому что мы включаем наклонное вырезание. Убираем инструмент. 3 миллиметра. Шаг. Какой там шаг был у нас? Уменьшаем еще меньше. Ставим. Не помню, какой я там ставил. Ну, давайте вернемся, посмотрим. Жмем на редактировать управляющую программу. Припуск 0,15. Правильно. 0,5, 0,5. Выбранный вектор. Смещение. Попутное. 0,8. Выбираем инструмент. Наклонное вырезание. Наклонное вырезание. Смотрим. Смотрим. Так, вот наше вычисление происходит. Маленькие шаги уже, практически вся область красная. Так, готово. Сохраняем нашу программу. Получистовая 3 миллиметра. Сохранить. Сохранили. Теперь. Визуализация. Визуализация. Попут Plan. Компьютер, конечно, у меня не особо сильный. Но, пойдет. Чем мощнее компьютер, чем больше в нем оперативной памяти, чем лучше процессор. Короче говоря, чем лучше железо, тем быстрее он будет все это дело просчитывать. Не нужно будет столько долго ждать. Практически завершена наша визуализация. Сейчас мы с вами увидим результат. Так, мы видим, что уже практически наша тарелка готова. И здесь вот у нас припуск есть небольшой. Чтобы его миновать, можно, конечно, поставить в программе в этой... Припуск не в 0,08, а в 0. Тогда нам не придется с чистовым инструментом ждать полностью обработку нашего рельефа. Включая эту ровную часть, которую можно сделать концевой фрезой. А обрабатывать сразу же, выделяя вот этот вектор, выделяя вот эту часть. И только здесь обработать чистовым инструментом, допустим, отсюда до сюда. Прошла обработка, здесь уже отличная поверхность от концевой фрезы осталась. И здесь выделили и обработали. Сохранить визуализацию. Сейчас посмотрим. Да. Сохранить визуализацию как? Как-нибудь. Жен, да, сохраняем. Это делается для того, но вообще, конечно, не рекомендуется. Потому что вы загрузите визуализацию, допустим, и забыли, что вы изменили в какой-то из программ один из параметров. Визуализация будет одна, а реальная программа будет совсем другая. Но это сохраняется для того, чтобы, если мне понадобится несколько раз ее, как бы, чтобы не просчитывать, просто загрузил ее, все, и готово. Чисто для видео. Так, следующую программу. Опять выбираем по рельефу. Здесь подсказки эти, да. Комбинированный рельеф. Стратегия. Мы выбрали уже смещение. Хорошая стратегия, без подъема инструмента. Попутная. Припуск 0. Высота безопасности. Давайте поставим минус 20 миллиметров. Не, лучше не будем ставить. Подстрахуемся. Выбираем инструмент. И вот здесь у нас предлагается финишинг инструмент. С круглой режущей частью. Вот и выбираем. Нужный нам диаметр. Я выбираю полтора миллиметра. Есть еще тоньше инструменты для вот этих. Как мы помним, когда я моделировал, здесь такие прорези есть в листе. Вот. Можно их, конечно, использовать еще тоньше. Это граверы, которым я тоже в свое время очень, как бы в основном их я использовал, настолько мелкие у меня были детали. Как-нибудь сделаю видео обязательно, покажу, вложик такой. Что же я, какие же я свои модели поделал в свое время. То есть я работал, моделил, составлял программы. Это было все очень интересно. Вот. Так, ну это я уже отвлекся. Продолжаем дальше. И выбираем так. Сразу же здесь идет графическое отображение нашего инструмента. Очень полезная штуковина. Выбираем здесь нужные нам параметры. Выбираем инструмент. Выбор. Шаг 0,15. А там у нас был... Давайте сделаем не 0,15, а... 0,03. Глубина за проход. 0,08. Рабочая подача 10 мм в секунду. Великовато, думаю. Давайте... 1 мм поставим. Подача врезания. 0,15. 5. 15 тысяч оборотов. Наклонное врезание. Оставляем. И ставим здесь. Пятая программа. Все не ошибаюсь. Чистовая. 1,5 мм. И ставим просчет. Наверное, он долго будет происходить. Поставлю на паузу. После паузы мы видим красное пятно нашей программы. И сейчас будем визуализировать. Посмотрим, что же у нас там получилось. Ускорим процесс. Продолжаем. 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 обработать конкретный вектор от этих листьев то есть мы выбираем их и станок обрабатывает внутри каждого от этого листа минуя всю остальную модель деталь таким образом можно добиться более четкой прорисовки всех вот этих вот поверхностей давайте с вами составим и эту программу чтобы до конца уже доделать нашу деталь выбираем снова 3d рельеф смещение попутная вектор мы выбрали до 5 миллиметров выбираем инструмент выбираем гравировальный инструмент и какой нам выбрать тут не обязательно как бы использовать те инструменты которые здесь вот есть можно создать свой собственный инструмент подредактировав в редакторе инструментов подбирая здесь углы зависимости от того какой инструмент есть у вас в наличии то есть мы подбираем этими значениями диаметр мы видим здесь все наглядно показано диаметр хвостовика угол под которым заточен инструмент значит радиус инструмента угол радиус кромки и потом режим резания тут выбирается и все это наглядно меняется то ли тоньше то ли шире становится то ли круглый как то так сейчас я попробую выбрать потончик какой-нибудь инструмент но этот конический плоский смотрим диаметр 6 угол 30 я думаю пойдет радиус кромки одна десятая а диаметр естественно две десятых миллиметра давайте сделаем угол 10 градусов 20 процентов поставим 50 тысяч оборотов 20 тысяч рабочая подача полтора миллиметра давайте поставим 0 07 вырезание 0 3 описание коническая диаметр 0 0 0 0 2 ну как то так окей и после редактирования мы видим что наш инструмент которую мы сделали появляется в базе инструмента то выбираем его так все наш инструмент на месте наклонное врезание тоже здесь можно уменьшить еще опять оставим максимум ладно оставим так шестая программа гравирование гравирование давайте посмотрим что у нас сейчас получится мы видим что вроде бы нормально получается обработка произошла там где нам нужно закрываем сохраняем сохранить потом все эти программы загружаем загружаем в матч и смотрим как он работает задолго сохраняется долго сохраняется шестая шестая сохраняем так после сохранения давайте посмотрим что у нас получилось визуализация смотрим 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 так да и вот мы видим уже мелкие мелкие детали вырисовались можно было сделать еще не полностью всю поверхность а каждый вот этот листик подвернуть обработке когда рисуете обязательно нужно учитывать диаметр вашего инструмента потому что потому что если он будет если будет очень тонко и все нарисовано тут как у меня здесь то не весь инструмент пройдет и не сможет просто нарисовать вашу задумку полностью воплотить жизнь так ну что же на этом мы с вами закончили обработку верхней части нашей тарелки чтобы сделать нижнюю часть если это нужно конечно если это не матрица нужно вам сделать именно вырезать тарелку то на станине станка я делал разметку которую точно помещал заготовку квадратную вот эту сейчас он поставит его вот эту нашу заготовку я очерчивал карандашом или ручкой или заточенным каким-то инструментом чертилкой вот то есть мы выбрали где наш центр размечаем мы размечаем нашу заготовку с одной стороны то есть мы знаем размеры и этот, заготовки и этот, и этот выбираем мы знаем центр с одной стороны и центр из другой стороны также мы знаем на черте на станине станка полосы как стояла заготовка потому что, пользовался Естественно, вы сместите ее или сюда, или сюда, или как-то повернете ее, уже будет вторая, значит, часть нашей детали неточная. То есть, все это делаем, чертим, на заготовке тоже высчитываем центр. Это можно сделать даже с помощью станка. Любым инструментом ставим точку, вырезаемся, ставим точку, мы знаем, что это центр. Все. Эту программу мы выработали полностью, все наши 6 программ выработали, готово. Все. Переворачиваем, ставим точно по очерченной линии на станине станка нашу заготовку эту. Подводим станок точно в центр, где мы высчитали его. Все. Задаем станке центр и делаем этим же способом, как здесь я делаю. Составляем программы, черновые, получистовые, чистовая. И делаем в следующую сторону. Потом с помощью двухмерной программы какой-то из этих. Ну вот, может, сейчас посмотрим. Вдоль вектора, допустим. Выбираем вектор и фрезой вырезаем нашу деталь. Я даже, вот, знаю, где у меня крепление, допустим, здесь, там, здесь. Рисовал векторную линию с разрывом. То есть, до сюда дошел, разрыв, там, раз, там, станок обвел вокруг. То есть, раз, он так обрезал, 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 все, готово. С этой стороны точно так обрезал, но она, деталь еще держится. Потом крепление переносим, допустим, сюда. Закрепляем. В следующей программе мы вырезаем эту часть, где была закреплена деталь. Здесь и здесь. Все. И наша деталь вырезана в полном порядке. Ну что же, уважаемые зрители, спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!